Привет! Сегодня мы расскажем про линейку досок от бренда Capita с брендом Spring Break. А в конце видео мы расскажем, зачем дырка в доске сзади меня. Модельный ряд Capita Spring Break подразумевает в себе три доски в разных ростовках. Это 158, 161 и 166. И имеют совершенно разную геометрию и совершенно разную форму. Все модели этой линейки сделаны из пенного сердечника, что непривычно для обычных сноубордов. Все доски имеют жесткость 6,5 и имеют прогиб серф-рокер, что означает прямую часть от начала до конца закладных и плавный подъем в тейле и носу. Каждый из досок имеет более жесткую часть вокруг закладных, что увеличивает передачу энергии от крепления доске и управляемость. За счет пенного сердечника Surf Light у этих досок просто нет аналогов по всплыванию в глубоком снегу. В 158-й ростовке доска выглядит как классически направленный сноуборд, но довольно широкий. В ростовке 161 сноуборд уже имеет интересную форму с таким квадратным носом-лопатой и таким не суперсильным, но очень интересным ласточкиным хвостом на тейле. Что обеспечит хорошую стабильность тейла в глубоком снегу. И самая большая из ростовок, 166-я, имеет такую форму капли вытянутой. В принципе, нос классической формы, а тейл с таким, можно сказать, острием. В принципе, каждый из досок не подразумевает собой какой-то конкретный подбор. Под конкретный вес человека каждый из досок будет вести себя по-разному и скорее больше подходит под стиль и под уровень катания ваш. Что самое интересное, у самой маленькой ростовки самая большая контактная точка. Это значит, что сноуборд будет наиболее стабильным на склоне в дуге, но при этом у нее самый маленький радиус. То есть, если вы хорошо управляете сноубордом, то можно одновременно получить и очень маневренный, но при этом стабильную доску. То есть, 161-я ростовка имеет такой средненький между ними и радиус, и контактную полосу. Самое интересное, что в ростовке 166 доска имеет самый плавный радиус поворота, но при этом самую короткую контактную точку соприкосновения со снегом. Это значит, что доска одновременно очень маневренная на плоскости, но на конту она будет суперплавной. Данные три модели подходят как для катания и на трассе, так и для катания вне трассы. Но, скажем, их даже больше нужно относить именно не к сноуборд-линейке, а к таким сноусерфам. То есть, это серфник в глубоком снегу. Ну и самое интересное, четвертая доска, про которую мы обещали рассказать в конце и про дырку тоже. Доска имеет серф-рокер, также такой же сердечник, серф-лайт пенный. Такие же жесткие части вокруг закладных, но доска не имеет классических радиусов, представленных в обычных сноубордах и вот в этих досках. Она выглядит в форме банана, то есть это классический круглый нос и не классический тейл с дырой. Дыра потом. Доска также имеет серф-рокер, но эта доска не будет ехать по подготовленному склону, потому что она сделана только для глубок, глубочайшего снега. Для адского всплытия, широченный нос и очень узкий тейл. Соответственно, если у вас есть вертолет, то доска для вас. А, собственно, дырка вертолета не поможет, но зато, когда вы будете серфить в снегу на огромных снежных полях, из дыры будет адский фонтан снега и море позитива. Подписывайтесь на наш канал на ютубе, ставьте лайки, предыдущее видео здесь.